В настоящий город добра, тепла и улыбок превратился на один день Успенский Дом культуры. Для гостей подготовили красочную развлекательную программу, а также десятки образовательных площадок. Дети и взрослые путешествовали по интерактивному городу, где каждый мог принять участие в мастер-классах, веселых стартах, научиться танцевать и даже побывать в роли вокального исполнителя. Это проект главы района Андрея Робертовича Иванова, который уже четвертый год шагает по Одинцовской земле. То, что у нас особое отношение к нашим вот таким особенным детям, это доказывает сегодняшний праздник. Сегодня в гостях ожидаются много известных медийных личностей. Это артисты, знаменитые спортсмены, это очень узнаваемые люди. Поэтому мы хотим действительно сделать этот праздник, так как он зарождался 4 года тому назад. В этот день более 700 детей с особенностями развития могли попробовать себя в различных областях – культуре, творчестве и спорте. Основные задачи фестиваля – раскрыть таланты участников и максимально интегрировать людей с ограниченными возможностями здоровья в социум – была выполнена. Дети и взрослые с удовольствием осваивали новые оригинальные активности. Особой популярностью у гостей фестиваля пользовался современный мечевой бой – единоборство, способствующее как физическому, так и интеллектуальному развитию. Счетом защищайся. О, хорошо, молодец. Создавать дружественную, комфортную атмосферу фестиваля помогали более 80 волонтеров. Активные юноши и девушки из молодежных общественных организаций лицом к лицу столкнулись с проблемами особенных детей. Мы, как представители молодежи новой формации, кстати, сегодня на данном мероприятии присутствуют мои единомышленники и активные волонтеры моей команды, обязаны погружаться в ту проблематику, с которой ставкиваются люди с ограниченными возможностями. Пообщаться с выдающимися певцами, актерами и спортсменами мог каждый желающий. Для собравшихся выступили актер театра и кино Сергей Маховиков, супругой актрисы Ларисы Шахворостовой, певец Ирак Липецхалава, композитор и певец Александр Айвазов. Звездному составу фестиваля могли позавидовать многие светские мероприятия. Несмотря на плотный график, артисты нашли время, чтобы подарить особенным детям частичку душевного тепла. Я сам живу в Единцовском районе. Я просто вижу, как обычно проходят многие мероприятия такого плана и немножко другого. И это всегда на высоком уровне. Большое спасибо и администрации нашей, и вообще всем, кто задействован в этом мероприятии. И я лично очень рад, что я тоже являюсь небольшой частью этого мероприятия, этого процесса. Не менее масштабный праздник добра для особенных ребят развернулся в Единцовском центре эстетического воспитания. Здесь маленькие гости вместе со сказочными персонажами изготавливали поделки к Новому году, рисовали на песке, участвовали в веселых играх и с удовольствием подпевали любимые песни. Я с удовольствием всегда участвую в таких добрых делах, которые связаны с детьми. И считаю, что песни – это лекарства от тех болезней, от которых не существует лекарства. У всех этих ребят разная история болезни, но объединяет одно – в их непростой жизни не хватает радостных моментов. И пусть фестиваль «Город добра» продлился всего один день, он в полной мере позволил участникам почувствовать поддержку, заботу и внимание окружающих. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова